Это нечто, чего совсем не существует в людском обществе. Совсем-совсем вообще. И вот почему. Если человек стрижется, обрезает ногти, бреется, красит корни волос, значит он уже отходит от естественности. Ибо в натуральном виде все мы волосаты, с твердой подошвой ног, с волосами, уж кому как повезет. Представьте, что вы каким-то чудом перенеслись в некое место, где круглый год тепло, и нет ничего зазорного в том, чтобы ходить ногишом и не трогать ногти и волосы. Ногти постепенно отвердеют и станут похожи на когти. Не сразу, но года два-три и вуаля, волосы растут в зависимости от состояния здоровья. У кого-то едва ниже плеч, у кого-то до полу. Но волосы имеют лимит на рост. Бесконечно они не растут ни у кого. В старину, когда женщины вообще не стриглись, по длине волос судили об их здоровье. Вы видели копыта животных? А вы видели, как готовят блюда хаш? Телячьи ножки несколько дней отмокают в воде. Так вот, в последний день копыта становятся мягкими, и становится видно, что это просто ороговевшая кожа. О том, что станет с кожей, если ее регулярно не обмывать, думаю, объяснять не стоит. Да-да, скрабы и пилинги – не просто прихоть красоток, но еще и гигиеническая необходимость удаления ороговевших частиц кожи. И вообще, большинство процедур из салонов красоты когда-то носили исключительно гигиенический характер. Кончики пальцев обрабатывались, чтобы в них не заводились грибки. Волосы расчесывали, чтобы они не слепались. Да, да, волосы могут использовать как цемент перхоть. Пара месяцев страшно подумать, и не дай бог, с немытой головой и вуаля. Но кто теперь об этом помнит? Мы каждый день умываемся, приводим в порядок волосы, стрижем и подпиливаем ногти. Это и есть база ухода. Ухода от нашего подлинного, природного, естественного, данного природы и богом облика. В старину избегали людей, которые не следили за личной гигиеной так, как это принято было в данном обществе. И ведь по сей день это так. Мы не замечаем, но в каждом обществе свои микроправила о чистоте мытья. О допустимости обработки ногтей, о приличной длине волос и так далее. Как-то так. Потом еще поговорим. Благодарю за просмотр выпуска. Ставьте отметку «Нравится». Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии к видео. С вами была Алиса Иванова.